Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Вы меня извините за простоту выражения. Это значит, отработал деревянный макинтош и поехал сюда. Наш нравственный долг – всемирно поддержать старшее поколение. Главное, мы должны добиться увеличения размеров пенсии. Обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан. Обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции. Нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост. И, конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей. Помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты. Госдума сегодня приняла в первом чтении правительственное законопроект об основных параметрах изменений пенсионного законодательства. Депутаты сегодня в окончательном чтении приняли закон о повышении НДС на 10-ю часть, или два пункта, то есть с 18 до 20%. Существенно отразиться на процентах инфляции, ухудшить положение народа, создаст достаточно тяжелые условия для экономического роста. Объективные предпосылки для этого существовали. Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943 и 1944 военным годами. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится. Сегодня темпы роста продолжительности жизни в России одни из самых высоких в мире. Основной смысл улучшения качества жизни пенсионеров при продлении трудоспособного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63. Им старшего поколения тоже выгодно, поскольку продлевается возраст, когда можно работать, приносить пользу и зарабатывать в любом случае больше, чем будущая пенсия. Предлагаемое решение оказалось на удивление мягким, и я бы даже сказал нежным. Понятно, что пенсии платить не надо. Государство лучше, людям хуже. Ну чего, по-моему, очевидно. Я считаю, что обещание надо свое сдерживать. К этому мы привыкли, что врут нам все и всегда. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.